Здравствуйте дорогие друзья с вами снова фирма Петер и сегодня я Эдуард Петер и как я обещал и сделал анонс сегодня мы с вами будем фотографировать в домашних условиях и из того что есть я вам рассказывал что я оставил потому что нужно будет еще раз ехать фотографировать чтобы туда-сюда не перекладывать я оставил свои все вещи всю свою студию считаю что я оставил там вы видели кто смотрел там это у заказчика и вот сегодня мне потребовалось поснимать вот эти пистолеты потом шокеры электрошокеры все такое военное оборонительное то что на него есть спрос я вижу и мне это нравится то есть совпало проблемка в том что там и остался и штатив и все штативы естественно да то есть я достал свой чемоданчик я вытащил свои вспышечки а дальше что и я начал экспериментировать и конструировать что-то первое что мне потребовалось это сделать штатив да каким-то образом закрепить надежно причем камеру надежнее просто на какой-нибудь хлипкий штатив поэтому я выбрал свой велосипедный у него есть степень поворота и у меня есть от манфрота вот этот одноногий штатив которым я практически не пользуюсь он как как-то его заедает что ли в общем я наплевал на него и все тут написано ну в общем заедает он хотя манфрота и поэтому я подумал что наверно неплохо было бы если я вот так здесь закреплю как велосипед то на него можно будет накрутить а это у меня манфрота штатив дорогой собака 150 евро стоял это от моего видеокрана если вы помните да это все что осталось остальное все пошло уйти я я попробовал это дело накрутить и оказалось что они подходят друг другу как братья близнецы отлично то есть здесь я могу герна поставить камеру закрепить у него двойная степень защиты у этого манфрота здесь крепится и вот здесь эта кнопка не дает выскочить в случае чего то есть мы с вами сделали очень интересный апстатив который в случае надобности может нагибаться вплоть до фотографировать с пола может затянуть хорошенько и вот пожалуйста так дальше у меня мало стативов один из них на котором сейчас временно стоит камера потом я сниму так поэтому у меня есть такой штатив на котором экран крепится для биммера я подумал почему бы его не использовать в этом плане и вот у меня есть такие зажимы это у них всякие есть и такие и всякие это спасибо сергей у меня однажды как прислал из италии целую кучу всего и теперь у меня нет проблем что-нибудь собрать всегда есть кто-то за что-то зацепить и поэтому вот я так подумал что эту пимпочка будет нам очень полезно почему потому что у меня остались две палки от дусаков этих или назвать их виселицами как здесь называют или жураркой вот она одна видите то есть это выдвигается и так далее это потом у меня это прекрасно ребят это же просто прекрасно мы наденем сюда когда сейчас идем вот так и зажмем здесь этим самым оборотом прекрасно ну здорово можно менять высоту здесь есть пимпочка на которую мы можем посадить крепление вспышки запросто так это раз поворот у нас есть прекрасно берем пакончик ушечку-спышечку так чтобы видно было вот эти кронстейны они очень хорошие они просто замечательные вот но в этом случае поставлю другой потому что здесь я хочу поставить соутбокс у меня под соутбокс и специального такой то есть вот это кольцо нам будет нужно так здесь мы можем всегда оттянуть это дело выше сделать тоже ниже сделать здесь пониже пока монтирую в общем то очень удобно все в этом плане ну и сюда вот у меня для крепежа посмотрите сюда вот надо такие металлические покупать зажимать пластмасса это все дерьмо можете потерять вспышку из-за этого причем навсегда поэтому эти крепления нужно к ней крепление вообще надо относиться серьезно вот так 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 хорошо и что осталось я планирую себе два соутбокса один полу жесткий свет и жесткий свет а здесь это просто надевается на пружинах на пружинах тут оно все пружинистое поэтому не составляет труда одеть ее что она кривовата это бог с ним такая конструкция тем более лежала долго можно подтянуть не проблема и так у нас с вами появился софт-док со вспышкой регулируемый по высоте по наклону и так далее что очень приятно далее у нас стоит вопрос о закреплении еще одну вспышки почему я хвалю вот эти крепления они металлические ребята они металлические они держат тот черта лысого и посему сниму сниму еще одну вспышечку вспышечку так и крепление вопрос крепление я сейчас найду смотрим насколько серьезно очень серьезно и вот сюда я поставлю сейчас он рассчитан на это что можно обычные соутбоксы крепить без проблем так этот готов прекрасно ну а последний я вам скажу я свое время купил вот этот соутбокс он дорогой ребята он стоит 100 евро да но я почти не использовал он ждал своего часа этот час настал видите как удобно и легко его раскрывать и тут мне вообще ничего не пришлось делать потому что крепление видите есть просто ставишь его на любой штатив для крепления камера уже есть и потом можно изменять тоже различную угол так ставим последнюю а на саму камеру в зависимости от ситуации я поставлю вот эту вспышку сделаю ее командной или буду вот этот лопух ставить или по надобности вот соты соты то есть от того как что будет зависеть крайний случай я могу вот это закрепить тубус закрепить то есть здесь сколько угодно вариантов и без проблем поставим деревянную площадочку пока просто на ней поснимаем немного потом посмотрим может быть на ржавом что-нибудь то есть делаем всяких разных пистолетов но сначала будем воевать конечно со светом итак у нас четыре источника света что в общем должно хватить для любого рисунка светового тем более что соутбоксы и что только нет оказывается у меня есть еще один комплект на всякий случай вот но я вам скажу что это даже и не все потому что вот там наверху я не знаю видно или нет вот стоят две лампы дневного света и мне 12 но они работают в крайнем случае и как всегда мое окно тоже может послужить хорошим ну я нынче решил вот не зависеть от света сегодня кстати пасмурно и делать именно так как я хочу то есть со своим светом и так дорогие друзья камеру мне больше ставить нечего я все задействовал поэтому мы будем с вами с руки не обижайтесь если что будет трястись я постараюсь потихонечку давайте посмотрим сначала всю сцену так вы видите у меня сверху стоит соутбокс для общего освещения там пистолет на типа на асфальте потом могу серый сделать так теперь для жесткого света который будет падать вот сюда я надеюсь будем смотреть с вами у меня бьюти дичь там у меня стоит соутбокс так давайте посмотрим настройки теперь во первых все эти у нас стоят на слайв да здесь одна четвертая и двадцать четыре то есть на всю ширину двадцать четыре зум я сделал так хорошо далее здесь у нас сделан точечный как бы сто пять то есть суженный да и одна и два я думаю будет достаточно здесь хорошо далее идем смотрим что здесь ну здесь естественно для тридцать пять для соутбокса и один на один то есть надо свет нужен свет вот таких три точки здесь у меня просто направлен в потолок я не стал возиться с этими синхронизаторами батареек нету да и мне трех вполне будет достаточно я считаю поэтому давайте начинать а начинать мы будем как всегда ребят я сейчас отключу вот эти так на камере у меня стоит одна шестнадцатая выдержка вернее одна шестьдесятая выдержка шестнадцатая диафрагма ну и за 100 как всегда так ну что ж давайте сейчас наметимся секунда вместе на месте так на курок где-то сейчас я уберу чтобы сбивался у нас на мануэль стоялки неудобно одной рукой вот так ну что ж включаем вот у нас просто будет здесь поставлены на камеру остальные стоят слейф понятно что это такое то есть они будут сейчас пыхать все от того что свет пошел в потолок они это будут учитывать ну давайте сделаем как всегда будем делать по одному вот первый ну видим что не особо как-то она вырос как видите довольно таки невнятно все ну просто освещено сверху я не стал много добавлять или низко опускать штатив гусачок да потому что у меня будут еще давайте посмотрим как повлияет теперь наш бьюти дичь одна и вторая давайте фотографировать так так видим что у нас заблестел кончик у самой у самого дула да но как бы еще картина не совсем ясна посему соутбокс поможет нам я думаю в этом плане оживить картинку здесь на все один один давайте фотографировать ну вот уже совсем как бы другое дело но обратите внимание что там вверху пистолета да там где дула там по всему этому затвору темнота сильная идет ну тут мы просто сделаем с вами следующее если мы поставим очень близко так то у нас будет пересвет а мы поставим чуть дальше чтобы чуть чуть нам осветить вот это место сейчас сделаем так давайте ну вот и все вот сравните вот было да в принципе готова картинка для работы в фотошопе там можно немного навести резкости может быть углы затемнить и получить вот такую картинку итак дорогие друзья я надеюсь что вам это было интересно я сейчас начну делать просто серии буду менять положение буду менять фоны буду менять патроны там туда-сюда то есть заниматься чисто стоковой работой оно неинтересное да поэтому вот главное мы с вами сделали и я сам убедился что да у меня дома лежит еще запас вещей которыми я могу вполне сносно фотографировать ну а на этом я с вами прощаюсь сегодня у нас фатертак то есть день отцов дочь меня уже поздравила жена испекла пирожки я сейчас возьму баночку охлажденного пива и посижу вам всего хорошего пока спасибо спасибо Продолжение следует... 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 Продолжение следует...